Я расскажу о садьбе Ламбины. Комплекс городской садьбы. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, городской садьбе. Меня зовут Наталья, ваша москва с заводом. И мы познакомимся с этим замечательным местом. Это у нас пример городской застройки конца 19 века. Одна из немногих запролежившихся усадьев 1898 года постройки. Особый интерес у наших гостей всегда вызывает замечательная постройка амбар. Большой, двухэтажный, но самое в нем интересное и печальное, наверное, на мой взгляд, это то, что он сохранится в единственном экземпляре. Вы вообще на всем Ямале не встретите такого амбара 19 века. Что здесь? Почему здесь так интересно на него смотреть? Потому что это нам рассказывает и показывает, как же здесь здесь люди жили и выживали на этой территории, где нет леса и не из чего строить. Можно, конечно, привезти. Это дорого. Можно сплавить. Тоже дороговато. Как люди выходили из этой ситуации? Не говорю только про наш Ямал, говорю вообще про крайний север. Это характерно для всего этого нашего замечательного северного края. Если у вас село торговое, если к вам приходят корабли, вы можете привезти себе товар на баржах, на плотах, а потом не все эти корабли обратно отправлять. Можно некоторые разобрать. Поэтому заранее вы делаете такие одноразовые посудные, которые летят по дорожному там лесу. Они сюда приезжают, вы разгружаете, а потом разбираете свою трудную, продаете сельчанам, которые вообще нет никакого леса, поэтому они не радуются, что это цене. У вас этот лес купят. Так что за мной находится амбар, построенный из корабельных или так называемых парочных досок. Видите, он такой конопатый, конопатый. это из-за того, что торчат шить деревянные гвозди с помощью таких деревянных гвоздей и шевалов вообще как корабля. Обратили внимание на эти? Да. У вас так строят? Конечно. Они обратно на тюрьме ездили. Мозрим, сейчас глазки привыкнут, лапочка перегорела. Ну, все, прям, все как в 19-м году. Аутентичненько, да. У лодка. Сутья по тому, что здесь находятся с Настей лодки, мне тут предположить, что главным гонянием, приносящим доход авторянам, это была рыбная ловля. Как бы, не только для себя, главная задача выловить и продать. Ловили, конечно, не такие, не на таких маленьких лодчоночках, мы ловили на нормальных кораблях, да, и транспортировали на пароходах. Пароходы не сохранились, да, у нас бонус не поместился, поэтому на вот таких лодочках плавали ставили очень часто сети. Это лодки национальные, называется колданка. Колданка. Вот, да, за вами находится двухместная колданка, она трехсоставная, делается из, все делается вручную, из единого гвоздя, как говорится, три части, которые связываются между собой корнем кедра. Это, конечно, делается чуть поюжнее, никакого кедра здесь не растет, но лодки здесь тоже нужны, потому... Идуйся. Идешь. Я уже посчитала головой, все, и тут все перегорело. Баба Ёшкина, бабки, у нас тут все ходят, все живут в психоях, да, с утра экскурсовут, ночью баба Ёга. Приходите, у нас вес, я там все в душу, и там не плыву. А сколько приходите? Мы тут рядом. Это там в электронном, это смотрите расписание, видите, крест, там, подрубать, билет, и на еду, и на еду, и на еду. Так, что тут шутка. Хватает. Видите, центральная часть амбара, она больше, чем край. И вообще, автор с 19-го века, его жизненный путь связывается с расцвет. А расцвет невозможен без денег. А деньги невозможны без торговли. А торговли невозможны без язма. И вот здесь, в тысячи, в тысячи, в тысячи, в тысячи, официально, открывается ярмарка. Причем сальсюги такая, как в Рязани, Твери, или там все, и все. Вообще, ни одно и то же. Ярмарка ориентирована на кочевников. Тут же живут кочевники, да? Менцы живут, ханты живут. Вот раньше, ярмарка ориентирована на кочевнице. Они называли самоеды. Ханты насилие другое название. Они были остяйки. Самоеды, да, это какое слово интересное, по всей видимости, произошло от слова сыроеды. Потому что сырое кушают. Раньше кушали, сейчас кушают. Все кушают. Вы еще не кушали? Нет, кушали. Кушали. Кушали мы. Так что вы тоже немножечко сыроеды стали. Итак, что это была за ярмарка? Сюда, в Абдос, зимой, приезжали кочевники в большом количестве. Приезжали не то, что им очень нравился Абдос, но что выбора у них никакого не было. Здесь стояла ясачная изба. Ясач, слышите такое слово? Конечно, не слышали, это же не наши вредники. Сегодня это то же самое, что налоги. Нужно было приехать и заплатить налоги, а потом, как известно, спать спокойно. Налоги местное население платило кушнин, что вообще, естественно, больше всех людей здесь и привлекало. Приезжаешь, да, каждый мужчина был обложен налогом, там, сколько там, менялось, год от года, ну, допустим, условно, пять песцов ты должен сдать. Приезжаешь в ясачную избу, все как положено. Сдаешь песцы, получаешь квитанцию. Исаку плочен, только имея эту бумажку. Вы могли пойти на ярмарку или в магазин, а то, не дай бог, ты свой песок потратишь раньше и не можешь заплатить налоги. Вот, в кабак даже нельзя было прийти, вас не обслужат, если у вас кветочка такого не было. это как пиво-хотка. Пиво-хотка была. Пиво-хотка была. Пиво-хотка была. Отменили же. А вот тогда не отменили. Тогда еще не отменили. Ну, так, а значит, приезжают они сюда сдавать мешок. Умные-то люди думают, что они просто так вот ездят сюда. Давайте мы здесь ярмарку соорудим, потому что жить, чтобы здесь жить более-менее, надо охотиться, рыбку ловить. Хотя что, ружей здесь нет, пороха нет, сеть вы сделать не можете, но мы вам можем привезти в обмен на вашу, конечно же, пушнину. Вы нам пушнину, а мы вам блага цивилизации. Так что ярмарка была миновая, и во вторых случаях она еще была зачастую кредитная торговля. Почему? Потому что ближайших ярмарок, ну так, ближайшая ярмарка от Абдорска, ну тысяч полторы девайон просто было. Поедется? не поедет. Ярмарка одна, магазинов тоже практически нет. Вы сюда приезжаете, платите свои налоги, но вам же надо что-то купить, чтобы дальше как-то существовать. У вас же семья, поэтому вы покупаете и это надо, и это надо, и сахарочек, и тоже не по килограммчику, а так, знакать вперед, нарту сахара, там нарту муки. Ну как сейчас. Ну правильно, как сейчас, да. И вам говорят, ну вы мне должны теперь вот за весь ваш товар, ну допустим, условно 100-500. Ты говоришь, боже, у меня же нету 100-500. Где же я возьму? Я же добрый. Давай, давай, сколько у тебя есть, остальное запишем в долг, да, в кредит, а ты на будущий год же приедешь, все равно тебе налоги платить. Приедешь, отдашь, и все, я замечательный торговец, добрый, и потом у меня шикарная клиентная база. Ваши долги с процентами, даже после вашей смерти, перейдут вашим детям. Вот и будете вы сюда все время есть, и не живете. Пойдем дом. А-а-а, а зачем? Заходите как-нибудь так вот, чтобы все, комнатушки маленькие, я не знаю, как здесь семьи вообще помещались. Ограничитель всех ставит в тупик. Только почему-то тот, за тот все тепляется. А мы с вами находимся в условном кабинете. Ну, может быть, действительно, когда-то здесь сидел замечательный торговец, у него был какой-то кроссбук, где он писал свои сделки с фарты, с немцами, этому дал столько-то, этому продал столько-то, этому проигрался столько-то, посидел, посчитал, ага, нет, все-таки прибыль сохранилась. Живем. А тут есть и пример мебели 19 века, внешний шкаф, и замечательный, но, к сожалению, неработающий, знакомые часы, а мы будем смотреть то, что... Вернее, смотреть-то мы будем все, ну вот, фиксировать у себя в голове будут те предметы, которые будут относиться к этому дому или непосредственно к обдувшему, потому что только это может истину нам рассказать, а не наши фантазии, которые будут перевезены и поставлены. Имеется в виду эти две иконы. Понятное дело, что это не домовые иконы, это иконы церковные. Обычно вы видите такие иконы в иконостасе, если вы ходите в церковь. И когда проводилась реставрация и разбиралась стена дома, одна из внутренних стен, среди досок, из которых она состояла, нашлись доски с изображениями. Оказалось, пять икон. очень сильно все они были повреждены. Вот вы видите эту икону, там не больше десяти процентов сохранилось, да? Здесь в этой иконе сохранилось проявление тридцати процентов. Они были отправлены на реставрацию, через два года вернулись, две сюда на место обнаружения, три, храм Петра и Павла, это храм конца девятнадцатого века, ну, может быть, когда-то они действительно тому храму принадлежали. правый угол, видите, что он такой потемнее и блестит, да? Вот здесь вот внизу, это старая часть икон. Все остальное это описано уже было в реставрации. Парень, да? Да. Не просите, не понимаете. Зрели корень. Ну, я, у вас кровати. Кровать всех ставит в тупик. Я начинаю краснеть, длиннеть и объяснять, что, скорее всего, такие громадные кровати в этом доме, ну, скорее всего, не было. Это так вот, фантазии дизайнеров, которые занимались обустройством этого дома. Прежде к реалии, это было то, что спали люди в этом доме на лавках, на шкурах, брошенных на пол, может быть, на сундуках. Вот поэтому хочу, чтобы обратили внимание на сундуки, потому что сундуки обдорские, купленные как раз на той самой обдорской ярмарке, самой настоящей, которые видели это все. Последняя ярмарка в Обдорске была до революции. Так что их уж точно больше 100 лет. В какой части России их сделали и привезли оттуда, неизвестно. Зато они дожили до нашей религией. И вообще здесь сундуков сохранилось огромное количество. А это, знаете, раз это сохранилось в большом количестве сейчас, через 100 лет, можете себе представить, какое громадное количество сюда привозилось и продавалось. И все дома были заставлены, кровати, шкафами, сундуками. Туда все складывалось. Фотографии на стенах. Да, это, видите, что это никакой не XIX век. Можно, можно наступить, не страшно. Это послевоенное время. Некоторые фотографии еще более поздние, это 70-80-е годы. Это далекие-далекие потомки всех людей, кто построил этот дом. Они были иреселенцы из Архангельской губернии, комизыряне по национальности, по фамилии Теренцы. И вторая половина XIX века это вообще массовый переезд, переселение комизырян на западный Ямал. И в том числе и в Абдорск. И уже к началу XX века половина населения Абдорска это комизыр. Их осталось и сейчас их потомков очень много. А вот ты за мной немножко закрывай потому что название Абдорска Это у нас костюм комизырянский современный. Вот так они надеваются. Будете хулять? Возможно их встретите на улице. Это народность такая, да? Да. Комизыряне. А вот они сундуки. А с чего эти деревья? Так я сговорю нужно постоять две минуты. Не буду вас много мучить. Паспорт нас любят делать культурную программу чтобы гости умерли. Так это нормально? У вас душ отодевает. Страшно. Мы дошли с вами до гостиной. Ну понятно место где выставляется самая красивая мебель есть то чем можно похвастаться перед соседями чтобы они замечательно поняли что такая огромная разница между вами и ними. Поэтому конечно в Абдорском доме можно было встретить и красивый гарнитур привезенный издалека. А представляете даже сейчас доехать до нас это проблема. А в то время только транспортные расходы стоили наверное больше чем сама мебель. Можно было встретить в адресских домах вот эти столы мужчины да наверное и женщины все прекрасно понимают что за таким столиком чай не пили тут шуршали картами а вот здесь списали списали ставочки а вот там за вами стояла прелесть все хотели иметь граммофон но не всем это было по силам потому что они как раз появляются в конце 19 века и первый граммофон стоит безумных денег ну примерно как сейчас у нас альфон или даже альфон какой вот тот который недоступный уже стал вот примерно столько же кому-то повезло уже весенний новый то что я вам обещала показать фотографии до реставрации одна икона николая чудотворца две иконы божьей матрии абсолютно одинаковые и также две абсолютно одинаковые иконы божьей мать вот эти две здесь находятся эти три находятся в храме Петра и Павла храм это буквально вот здесь рядышком который он тоже конца 13 века постройки керпик камень храм на крайнем севере на всем всей России так мы там уже были он болел наверное он сейчас лечит у него зима весна юля за кеннера переживает что он облиг ничего страшного видите какая жизнь даже птицы не могут садимся ой какая красота красота ой можно нормально на один тепленькая 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 дай мне еще один чай да не бойтесь капусточку да капусточку а это это голодил это моя любимая рубель это мой любимый инструмент вообще я к нему неравнодушна ого вот тут куда платино вот это я понимаю подсказать что-то может подсказать что-то может поукоть поукоть